Екатерина уже не первый год отдыхает в Одессе. Говорит, очень нравится этот курорт. Можно и на море сходить, и достопримечательности посмотреть. Для меня этот город интересен тем, что там есть и море, это как город-курорт, и там очень много разных архитектурных достопримечательностей. Можно хорошо погулять по улицам, посмотреть, на все фотографироваться. И еще этот город с большой историей, там очень много музеев. В этом году Екатерина в Одессу едет не одна. Жильем на море девушка также определилась. Будет снимать номер в хостеле. От других курортов отличаются цены больше в ресторанах, продукты питания, потому что Одесса по ценовой политике, она наравне с Киевом идет. Что касается жилья, то в принципе можно найти подходящее под любые финансовые возможности. Сейчас популярностью пользуются квартиры, которые там можно на сутки снять, на двое суток. Мы выбираем средний вариант, это 400 гривен в хостеле за двоих, это двухместный номер. А вот Роман на время своего отпуска планирует отправиться или в Испанию, или на Филиппины. Мужчина порядка 10 лет увлекается дайвингом. Говорит, заграничные курорты отлично подходят для его необычного увлечения. С одной стороны, мы хотим все-таки, опять-таки возвращаемся к Испании. Есть еще достаточно много мест в Испании, которые мы не видели, поэтому мы хотели бы посетить юг. Ввиду того, что Мау предложил достаточно неплохие цены на перелет, это Филиппины. В Филиппины это экзотика, и в Филиппины это очень хороший дайвинг. Роман утверждает, за границей значительно отличается и сервис. Также мужчина большое внимание уделяет экскурсиям. Уезжая в поездку, естественно, мы как-то планируем ее. И хочется зацепить, грубо говоря, все. То есть отвезти пару-тройку дней отдыха на пляже, посмотреть какие-то действительно знаковые места истории, познакомиться с культурой, с традициями. Главная особенность различия между иностранной, заграничной поездкой и местной, это первое, естественно, это сроки доехать до места назначения. Здесь все у нас гораздо ближе. Естественно, это какие-то финансовые возможности. И третье, это, наверное, все отметят, это сервис. То есть все-таки наш сервис ромает. Самыми популярными курортами среди Запорожцев остаются Бердянск, Одесса, Кирилловка, Железный порт. Самой большой популярностью пользуются базы отдыха на Бердянской косе. Далее идут частные мини-гостиницы, хостелы. Стоимость проживания колеблется от 100 до 3000 за сутки. Приблизительно такая же ценовая политика и в Одессе. За жилье в Кирилловке придется отдать от 70 гривен за сутки. Номера со всеми удобствами в этом году обойдутся до 2000 гривен. Представители туристических агентств говорят, сейчас наибольшей популярностью также пользуются поездки в Турцию в страны Европы. По сравнению с прошлым годом цены на отдых выросли. Минимальная стоимость поездки в Турцию колеблется от 250 долларов за человека. Автобусный тур в Европу от 100 евро. Основным направлением также являются автобусные туры в Европу. Почему? Прежде всего является стремление наших граждан узнать культуру, историю, посмотреть достопримечательности. Ну и конечно же является ценовая политика. Евгения Лею, Юрий Васильченко, Игорь Бахиркин, ТВ5.